День Победы 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 Там рядом говорят спорта, мотор, ну все знают, город Залужа, я здесь тоже много раз тренировался, но вопрос в том, что сегодня, смотрите, вся спортивная инфраструктура убитых, господину Панову, министру спорта Нижегородской области, показываю его любимый вид спорта баскетбола, смотрите, это как выглядит сегодня в футбольных влачах, как только надо говорить, не надо, не надо, здесь, наверное, НБА тренируется, вот. Мне очень больно смотреть на это, когда умирает на самом деле Россия, умирает в стране, где продается полтора миллиарда тонн других углеводородов, и местная власть ничего не может сделать с нашим руководителем, вы знаете, у нас сегодня руководитель в районе Николай Федорович Поляков, доктор экономических наук, бывший начальник налоговой инспекции Нижегородской области, не выражен какими-то орденами, не помню там, что-то, разве, что-то. Ну, то есть ситуация очень сложная, друзья, катастрофическая, с такими людьми мы сегодня живем, как, знаете, как после войны, как после войны живем, просто больно смотреть на Россию, как она умирает. Вот, господин Панов, министр спорта, вот, хотел бы еще Глебу Никитину, Глебу Сергеевичу Никитину обратиться к новому губернатору Нижегородской области, все-таки доехать до города Заволжи, Нижегородской области, городецкий район, и посмотреть на это безобразие. То есть уже годы, наверное, 4-5 я бьюсь, и губернатор Ушанса уговорил про вот эти площадки. Не так, не так много денег это стоит, но я думаю, что здесь покрытие положить очень, хорошее покрытие, 2 миллиона рублей. Это вот и на теннисные корты, и вот на баскетбольные площадки, ну, заменить кольца, там, ну, не таких уж больших денег стоит. Но, к сожалению, никто не слышит, не видит, и говорят, что мы даже это действительно не хотим слышать, когда говорит Гоголев. Ну, пускай будет говорить, пускай кто-нибудь другой скажет. Ну, я не знаю, кто-то, если у кого-то есть смартфон, может донести до нового губернатора вот такая, что есть такое безобразие в городе Заволжи, Нижегородской области, городецкий район. Мне лично, я просто устал смотреть вот на это говно, когда чиновники на Мерседесах, блядь, живут там в домах, нахуй, а у нас по счету, блядь, по факту, люди приходят и не могут ни в теннис подграть, все развалино, площадки убитые. Вот, ну, меня один человек сказал, в Иркутске очень уважаемый, он работает в прокуратуре генеральном, он сказал, Андрюх, вот за эти вещи, вот за эти вещи, местная прокуратура, я областная, просто должна натягивать, блядь, вот этих чиновников, которые сегодня, я не знаю, то ли не могут они это делать, то ли они просто не хотят в развитие этой спортивной структуры, вкладывать деньги, то ли, ну, понятно, что они могут верчать, что денег нет. Друзья, ну, за 30 лет, что у нас вообще, что они копейки в районе, нет. То есть вот такая ситуация, может кто-то внесет до нового губернатора, Глеб Сергеевич Никитин, чтобы обратил внимание, все-таки мировой результат, есть это три олимпийских чемпиона и пять чемпионов мира в городе, и вот такая разрушка. С большим уважением, как он был, заслуженный у нас и спорта, чемпион мира, атлетические культуры, в области, всего доброго, дорогие вещи, вот за эти вещи, местная прокуратура, я областная, просто должна натягивать, блядь, вот этих чиновников, которые сегодня, я не знаю, то ли не могут ли они это делать, то ли они просто не хотят в развитии этого мира, в спортивной структуры, вкладывать деньги, то ли, ну, понятно, что они могут верчать, что денег нет. Друзья, ну, за 30 лет-то что, вообще, что ни копейки в районе нет. То есть вот такая ситуация, может кто-то внесет до нового губернатора, Глеб Сергеевич Никитин, чтобы обратил внимание, все-таки мировой результат, есть это три олимпийских чемпиона и пять чемпионов мира в городе, и вот такая разруха. С большим уважением, Картин Был, заслуженный мастер спорта, чемпионера, атлетические культуры, в городе, всего доброго, друзья.